К большому сожалению, не все наши планы, связанные особенно с 40-летним юбилеем ОБСЕ, они как бы осуществляются. Планы по реформированию, по модернизации этой организации. То, что она находится в кризисе, однозначно. То, что у нее получается ее современная идентификация, она не может до конца найти и проявить себя в этой очень сложной международной обстановке, это тоже факт. Но, с другой стороны, ОБСЕ, как общеевропейская организация, показала, что она может делать предложения, может делать конкретные шаги. В частности, нельзя не отметить роль ОБСЕ в рамках регулирования конфликта внутри Украины. Нельзя не сказать, что ОБСЕ очень многое делает в плане постановки и контроля за стандартами международного гуманитарного права. Когда я говорю о том, что это организация, которая находится в кризисе, примеров, подтверждающих эту мысль, очень много. И, в частности, один из самых негативных, я бы даже сказал предельно негативных, это дискриминация делегации Парламентской Российской Федерации, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. На моей памяти в истории современной дипломатии, современных международных отношений не так много встретишь от подобного рода неуклюжих, противозаконных, просто неприличных и аморальных страниц международной организации, шаги, которые она сделала в отношении равноправного полноценного члена под названием Российская Федерация. Это вызывает глубокое удрученность. Будет ли у этой организации перспективы? Я думаю, что вот тот позитив, который существует, который накоплен к сегодняшнему дню, его надо брать на вооружение и развивать. Для ОБСЕ, мне кажется, большая задача или круг задач, проблем связан с психологическим настроем стран-членов отношений друг к другу. Организация сегодня расколота. Есть страны про-натовские, про-американские и есть страны, которые как бы образуют во главе с Российской Федерацией клуб такого здравомыслия. И вот эти две линии, они находятся на переднем плане борения. Что можно было бы сделать для того, чтобы улучшить статус этой организации? Безусловно, придавать ей качество международной правосубъектности. Ни американцы, ни англичане, ни страны Европейского союза и особенно натовцы этого не хотят, потому что они понимают, что такого рода статус ОБСЕ во многом будет препятствовать реализации их планов на общеевропейское мировое господство. Я полагаю также, что парламентская дипломатия России могла бы в плане реформирования ОБСЕ сделать некую такую программу, некую такую дорожную карту. И я думаю, что если эта задача будет поставлена в согласии с Министерством иностранных дел, наша фракция может сыграть очень активную интеллектуальную, политиковолевую и организационную роль. Мы с вами уже неоднократно говорили, что Компартия имеет свою программу в сфере международных отношений. Эта программа включает очень актуальные направления, в том числе и связанные с защитой международного права, решением проблем нераспространения ядерного оружия.